Гимназия номер 51 города Гомеля. У столовой завершаются апошные приготовления до начала нового научного года. Правда, сегодня они обмеживаются упрогоживанием зала. Уси основные запланованные работы у гимназии выканали на протягу лета. За 45 тысяч позабюджетных рублей тут зарабили капитальный ремонт, який у местовой столовой не проводился с 90-х годов. У научных установок Гомеля и ранее значную увагу надавали безпецы школьников. Утым лику захаванию здоровья празорганизацию якосного харчаванья. А летяпер, гэты процесс вышел на новый узровень. У городским комбинате школьного харчаванья навад пераглядзели рецептуры шерых устрау. Нужно давать больше овощей и фруктов. С чем-то связано. Ребенок он растет. И для того, чтобы он вырос здоровым, сильным, умным, ему необходимы витамины, микроэлементы. Ему необходимы те незаменимые аминокислоты, которые мы можем зачастую взять только из растительного мира. Преоритет прераспрацовцы школьного меню беларуским продуктам харчаванья. В осенью, например, навучанцам пропонуют яблыки и салаты с капусты. При гэты Могомельскому комбинате школьного харчаванья идею об централизованном приготовлении страу с наступной доставкой по навучальных установах не подтримливают. Лепш, кажусь, усе робить на месте. Большаякасна и смачна. А при жатагу, у якості объекта у додаткового харчаванья у школах предуглежены буфеты. Хоть и тут есть свои потребования. Некорисные для здоровья продукты тут не реализуют. В буфете представлен большой ассортимент продукции полезной. Это мармелад, это пастила, зефир, шоколад, всевозможные вафли, а также соки, водичка. У нас в буфете большой ассортимент также молочной кислой продукции. Каждый ребенок, приходя в буфет, может выбрать что-то себе дополнительное для питания. Но он же целый день все-таки находится в школе. Сегодня усе гомельские школьные столовые готовы до работы у новом научальном годе. У ближайший шатвер сюда пошной завозить продукты харчаванья. Ранится ее в понеделок, доставят свежий хлеб, и уже до 9 годин будут приготовлены першие стравы. Организация школьного харчавания – вельми процаемкий и отказный процесс. С 1 сентября мы примем 50 тысяч детей, и мы должны быть к этому готовы. Это действительно огромный объем работы. Сегодня и технологические карты пересмотрены, и рецептуры. Сегодня изменен подход и в накрытии, и в подаче блюд. Сегодня улучшена культура производства, приобретено современное технологическое оборудование. Это, конечно, нам очень большая помощь, это, конечно, большая поддержка в технологии приготовления.